Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС Новости. В студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. Новосибирск. Смотрите в этом выпуске. Новый парк, модельная библиотека и отреставрированная школа появятся в Тогучинском районе. Это лишь часть вопросов, с которыми жители области обратились к губернатору региона на личном приеме. Обсудили и сотовую связь, и сеть интернет в селах. Андрей Баев расскажет подробнее. Так получилось, что большинство вопросов на личной встрече губернатора и жителей области в приемной президента России в Сибирском федеральном округе касаются Тогучинского района. В рамках Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в этом году победу одержала концепция будущего парка в микрорайоне Целинный. На благоустройство территории уже запланированы 94 миллиона рублей. И прежде всего заручиться вашим содействием, чтобы конкурс, который выиграл Тогучин федеральный по благоустройству нашего парка Целина, так называется Целина парк, чтобы все-таки это у нас свершилось. Нет, это уже наше обязательство, чтобы оно свершилось. Задача, чтобы оно свершилось в срок и в качестве. Коллеги, в первую очередь, обращаясь к главе района, не просто ставим на контроль Игорь Геннадьевич, но с промежуточными сроками. Также глава региона поддержал идею создания Тогучинской модельной библиотеки. В 2023 году в администрации района разработали дизайн-проект модернизации учреждения. Деньги планируют выделить из областного бюджета в рамках региональной программы культуры Новосибирской области. На особом контроле еще один Тогучинский объект. Капитальный ремонт средней школы номер один. Все работы должны завершить до начала нового учебного года. Очень большая просьба, чтобы эти работы были проведены именно в срок, именно в полном объеме, чтобы дети учились в современном, чтобы ремонт был и здание было по всем стандартам. У меня ученик 10 класса и очень хочется, чтобы 1 сентября следующего года он выпускной класс и линейку и последний звонок встретил в стенах родной школы. Я попрошу и министерства образования, и директора школы, и главу района постоянно информировать родительскими комитетами о ходе работы. Все ли этапы в сроках, вылезли какие-то дополнительные вопросы и так далее. И срок 1 сентября это приоритет. Также во время личного приема губернатор поручил обеспечить качественной сотовой связью жителей деревни Казанка-Колыванского района. При этом не только установить вышку, но и провести широкополосный интернет в социальные объекты. Андрей Баев, Андрей Дулепов, Новость ОТС. Сегодня ночью движение на Димитровском мосту ограничили. В ближайшие два дня подрядчик укладывает слой асфальтобетона, как следствие километровой пробки. Что сейчас происходит на переправе и укладываются ли в сроки, узнал Алексей Бородин. На Димитровском мосту сегодня неспокойно. Рабочие укладывают асфальт, блоками оградили ремонтную зону, а на фоне вереница авто по скорости уступающая дорожным каткам. А вот такая ситуация в общественном транспорте полностью пустой. Ведь при ремонте моста дойти пешком до другого берега намного проще, чем на машине. Длина ремонтируемого участка 700 метров. Работы идут за бюджетные средства и будут приложены к иску на прошлого подрядчика. Цель – восстановить дорогу до приемлемого уровня. На все про все у рабочих два дня, говорит заказчик. Этот асфальт мы укладываем на время. До начала производства работ по ремонту моста в следующем году. Однако новосибирцы сомневаются, что рабочие уложатся в срок. Говорят, что они за два дня управятся. Верите этим срокам? Нет. Нет, не верите. Дорожники же уверены, что к вечеру все ограждения уберут. А завтра сибирские автомобилисты оценят качество временного покрытия. Соскребут его весной 2025 года. Но это работа нового подрядчика, которого гормост, к слову, уже ищет. Алексей Бородин, Алексей Зубила. Новости ОТС. В Бердске продлили маршрут номер 17 от остановки общественного транспорта поселок Боровой до остановки, расположенной в микрорайоне Раздульный. Такое решение местные власти приняли после личных обращений бердчан и после интернет-голосования ранее жители отдаленного микрорайона Раздольный могли доехать до своей остановки только на автобусе, который ездил строго по расписанию. По новой схеме движения перевозчики 17 маршрута начнут ездить в конце октября. Новосибирская область сохраняет лидерство по воду жилья. С начала года объем сданных объектов на территории региона превысил 2 миллиона квадратных метров. Результат позволяет нашему региону оставаться лидером в Сибирском федеральном округе и быть в десятке лучших субъектов в стране по воду жилья. Плановые показатели на этот год 2 миллиона 154 тысячи квадратных метров. В общероссийском рейтинге область занимает 10 место и пятую строчку по объему водо-многоквартирных домов. Несмотря на непростые экономические условия, изменения в эпатичных программах, дефицит кадров, стройкомплекс региона продолжает свое стабильное развитие. В Верхтулинском сельсовете заработала центральная канализация. По Новосибирскому завершили первый этап масштабного проекта. Стоки из бурно развивающегося села теперь идут в коллекторы Новосибирска. Далее они попадают на очистные сооружения и не наносят вред окружающей среде. Как работает система, узнал Александр Сульдин. Еще не закончилось официальное открытие объекта, но спецмашины идут непрерывным потоком. Стоки из Верхтулы теперь утилизируют цивилизованно. Площадка, пара модулей. В одном собирают стоки. И вот таким приспособлением вылавливают из них полиэтиленовые пакеты и крупный мусор. Под землей огромная емкость для накопления отходов. Их разбавляют водой из скважин и гонят под давлением в сторону Новосибирска. В этом помещении располагается пункт управления канализованной насосной станцией. Сказать это только ее вершина. Устройство служит для подъема оборудования из подвала глубиной в 6 метров. Для обслуживания техники здесь на поверхности. Всего здесь 4 насоса. Управляет ими автоматика и наполнение емкости. Система включает нужный мотор. Вот сейчас видно, что один кубик и работает один насос. Когда будет 5, задействуют сразу все. Это только малая часть большого проекта. В сторону Новосибирска протянули коллектор. 6 километров труб. На улице Петухова соединились с подземными сетями мегаполиса, которые идут к очистным сооружениям. А там из жидких бытовых отходов убирают загрязнение. И вот уже попадает чистая вода. Это решит проблему на первом этапе слива ЖБО, которое сливалось ранее в различные места. Теперь это будет централизовано. Вторым этапом, который уже начал реализовываться и будет реализован в следующем году, это уже подключение социально значимых объектов, все инфраструктуры Верхтулы и 8 марта. Потратили 760 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Но это оправдано. Верхтула располагается рядом с мегаполисом. Территория востребована и для жилого строительства, и для создания промплощадок. Новая коммунальная инфраструктура просто необходима. Это, конечно, колоссальный толчок в развитии, потому что ни одно строительство, а у нас сегодня активно строятся многоквартирные жилые дома, многоэтажные, это развитие производства. Сегодня оно невозможно без водоотведения. После того, как завершат второй этап, сюда уже не будут ездить, а с машины. Стоки пойдут напрямую от домов Верхтулы. Александр Сульдин, Валерий Павлов, Новости ОТС. Искать дефекты на теплосетях в Новосибирске будут с помощью вертолета. Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, полеты запланированы на темное время суток. Вертолет Ми-8 облетит левый и правый берег Новосибирска. Рабочие обследуют герметичность труб с помощью тепловизора. Прибор может фиксировать контраст температур и тем самым обнаруживать дефекты на подземных коммуникациях, нарушения изоляции, места затопления сетей. В этом году с воздуха изучат городскую территорию площадью 205 квадратных километров. Новосибирская область заняла первое место по привлечению индустриальных партнеров во Всероссийском чемпионате профессионального мастерства. Сегодня в правительстве наградили лучших студентов, школьников, а также их наставников. Всего новосибирцы увезли домой 54 медали, из которых 13 – золотых. По итогам чемпионата Новосибирская область уверенно занимает пятую строчку. Напомню, чемпионаты дают возможность студентам и школьникам проявить себя, показать знания и умения, которые востребованы на современном производстве. По итогам конкурса работодатели предлагают им стажировки и трудоустройство на своих предприятиях. Самым главным является кадровое обеспечение реальной секторовой экономики. Поэтому считаю, что очень значимым являются первые места, по сути говоря, по привлечению индустриальных партнеров, коих 346. Это большое количество, мы, наверное, скоро дойдем до 200, пока это 171. Это все, что касается предоставления возможностей стажировок, где-то уже заключения договоров, ученических договоров. То есть, по сути говоря, всей той комплексной линейки инструментов, которая позволяет не только формировать, условно говоря, обеспечить предприятие кадрами, но самое главное – формировать зрелую личность. Наладить взаимоотношения между детьми и родителями, обучить взрослых навыкам реабилитации особенных малышей. В Аяшинском доме-интернате открылась первая в регионе семейная гостиная. Как будет работать новое пространство, узнал Александр Шарудила. Юлия вместе с дочерью Викторией под руководством социального педагога собирают аппликацию. С Аяшинским домом-интернатом познакомились год назад. А уже в феврале настолько впечатлились результатами работы, что решились изменить свою жизнь. Переехали из Искитимского района сюда. А теперь, узнав об открытии семейной гостиной, стали ее первыми посетителями. Нам подсказывают, если как надо где-то, что как правильно. Очень много новых мыслей, много новых идей. Творческое разнообразие происходит здесь. То есть и представления, и занятия, и песни, и танцы – все вместе. И все это идет вместе с родителями. Проект семейной гостиной реализовали благодаря гранту фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Менее чем за 2 миллиона рублей оборудовали два зала для комплексной реабилитации. Планируем приезд волонтерских организаций, потенциальных опекунов, которые могут пообщаться с ребенком в комфортных условиях. Тут с родителями, с волонтерами будут работать психолог, дефектологи, специалисты учреждения, которые будут оказывать помощь, показывать приемы реабилитации детей, приемы контакта детей, чтобы эти контакты были более полезными и продуктивными. Задача проекта – помочь родителям наладить взаимодействие со своими детьми, сплотить семьи общей работой. Помимо учебного пространства в гостиной есть столовая, кинозал, зона для активных игр и проведения праздников. Возможность приезжать сюда родителям и под контролем педагогов проходить какое-то обучение – это очень важно. И плюс создаются условия именно семейные, квартирные, которые позволяют ребенку, по сути, оказаться что в городе, что здесь. И поэтому процесс вот этого обучения, взаимоотношения, он, конечно, здесь идет намного лучше и эффективнее. Главное отличие от действующих курсов реабилитации – полное вовлечение родителей в процесс и возможность посещать гостиную регулярно, при этом не разделяя семью. Утром приехали все вместе, вечером – домой. Ну, я думаю, что здесь как бы более расширено. Вот, смотрите, вот сейчас костюмы были, представления, игры. Я думаю, что взаимодействие между собой, вот, ребятишки. И думаю, что он подтянется, будет замечательно все у нас. Сегодня в Аяшинском доме-интернате помощь в различных формах получают более 400 человек. Теперь реабилитация станет еще более доступной. Посещать гостиную смогут семьи со всего региона. Александр Шарудила, Евгений Павлов, Новости ОТС. Как воспитывать детей, растить патриотов и укреплять институт семьи? В Новосибирске прошел форум «Отец звучит гордо». Успешные бизнесмены, политики и спортсмены общались со старшеклассниками, отвечали на вопросы. Подробности в нашем сюжете. Я являюсь мастером спорта по стендовой стрельбе. Кто-нибудь уже слышал про такой вид спорта? Нет? Стрельба из гладкоствольного оружия 12-го калибра по летящим тарелкам. Начинал я свой профессиональный путь как раз именно с примера отца, который с самого детства был таким заядлым охотником. В неформальной обстановке уже состоявшиеся люди делятся жизненным и профессиональным опытом. Это очень интересные люди, это современные представители сильной половины человечества, у которых есть реально чему поучиться. И это не только мужество, это мужество в общем смысле этого слова, это мужество в профессии, это мужество в выборе, это мужество ответственности за свою семью и прочее. 12 участников военно-патриотического движения «Защитник». Каждый достоин стать примером для подрастающего поколения. Пока одни ребята общаются с экспертами бизнеса, другие задают вопросы подполковнику ФСБ в отставке или участнику спецоперации. И когда вот этим одним кулаком мы идем прям вперед, какие там пятые колонны, да это уже все осталось позади. Вы поймите, от сплочения зависит много, от сплочения зависит выполнение любой задачи. Неважно, это военная задача или какая-то ваша здесь. Если вы одним кулаком, да, вот в детстве меня учили, вот есть прутик, его легко сломать. А если взять вот метлу, то вы уже не сможете ее сломать. Сколько денег давать детям на карманные расходы? В чем разница в воспитании дочерей и сыновей? Как выбрать профессию и не ошибиться? Эти и другие вопросы волнуют подростков. Спикером был Соколов Сергей Львович. Мы много узнали о предпринимательстве, о бизнесе. Также были подняты темы профориентации, выбора будущей профессии, то, что нужно руководствоваться тем, что нам нравится, то, что мы больше любим. Мне очень нравится сфера предпринимательства. Несмотря на то, что я занимаюсь журналистикой, все же как-то в будущем хочется открыть свое дело, свой бизнес. Форум «Отец звучит гордо» проводят, чтобы укрепить семейные ценности, повысить престиж профессий. После даже одной встречи у нас есть достаточно большое количество ребят, которые потом подходят к спикеру индивидуально. Допустим, если по бизнесу они показывают свой бизнес-план, проект, набросок, идеи, делятся, просят помощи, совета. И наши спикеры еще остаются с ребятами ВКонтакте. Есть ребята, которые остались у нас в движении. Они потом подходят и говорят, мы хотим актив в движении, хотим работать, участвовать в других проектах. Форум «Отцов в 220-й школе» реализовали благодаря инициативе уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области и региональному общественному военно-патриотическому движению «Защитник». Татьяна Кияева, Даниил Клопаков, Новости ОТС. От советских ковров до джинсы. Что вдохновляет российских модельеров? В зале имени Катца прошел финал международного конкурса дизайнеров «Сибирские кутюрье». Публика увидела два десятка коллекций. На модном показе побывал мой коллега Алексей Кудинов. Можно ли надеть на себя бабушкин ковер? В каком-то смысле да, если довериться модельерам. «Сибирские кутюрье» – это смотр не только готовых коллекций, но и идей. А они у дизайнеров могут быть самыми смелыми. Я занимаюсь обсалингом. Я переделываю вещи. Я именно шью джинсы, которые не продались. Я их перешиваю, делаю более уникальные. Люди еще это не понимают. У нас в Новосибирске. Хотя в Москве мне пишут. И иногда заказывают. Сегодня и дизайнеров стало больше. Потому что у нас есть выбор, формат, как выражаться в этом мире, в мире моды. Поэтому, я не знаю, здесь просто, как говорится, что в голове, что в душе. И, пожалуйста, мир на самом деле готов это принимать. В конкурсе приняли участие студенты, специалисты домов мод, ателье и независимые авторы. Для показа эксперты отобрали лучшие коллекции разных направлений. От вечерних до курортных нарядов. Представили одежду ведущие агентства региона, как юные модели, так и те, кто часто работает на международных показах. От твоего выхода, от выхода моделей, зависит невероятно сильно успех дизайнера. Это конкурс. И, соответственно, каждая модель волнуется за своего дизайнера, как за себя. И хочет показать его в лучшем свете. На конкурс подали почти 90 заявок. Несколько белорусских дизайнеров приняли участие в онлайн-режиме. А показать свои коллекции смогли около 20 авторов. Награды в разных номинациях достались дизайнерам из Новосибирска, Красноярска, Омска и Чепоша. Участники считают, что подобные конкурсы региону необходимы. Но за полетом дизайнерской мысли неплохо бы успевать и производителям одежды. Ориентироваться не надо ни на Европу, ни на что мы должны свой изобрести продаваемый продукт. А для этого необходимо, чтобы работала у нас промышленность, чтобы текстиль заработал. Пока текстиля не будет, не будет у нашего оборудования. Но говорить о том, что мы там где-то, да мы нигде. Единственное, что мы сейчас готовим кадры. И я уже сколько лет, 30 лет этому конкурсу. Я в надежде на то, что когда-то все это заработает. Алексей Кудинов, Александр Ведерников, Новость ОТС. Смотрите наши программы на ОТС-ТВ. Еще больше новостей на гурсайте. Все о важных событиях на нашем телеканале. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Здравствуйте. Прогноз на 17 октября. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Влажность 72%. Температура ночью минус 1,3, а днем до плюс 7. В последующие два дня будет облачно с прояснениями. В пятницу и субботу плюс 3,5. С вами была Ольга Савельева. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»